Всем привет! Сегодня уже 11 июля, в Московской области. У нас довольно-таки жарко, около 30 градусов. В последние дни опять идет дождь, но это хорошо, потому что до этого была жуткая засуха. Сегодня же я хочу вам показать цветник, каменный цветок. Я его создавала в этом году, в апреле месяце. Есть на канале видео, кому интересно, зайдите, посмотрите, я оставлю ссылку под этим видео, в описании. Цветник неровной формы, кому-то напоминает по форме бабочку, кому-то спиннер. Значит, обрамила я цветник камнем в два ряда. Здесь отсыпка из песка, то есть сухая кладка. Внешнюю сторону цветника обязательно подстригается очень низко триммером, чтобы трава не лезла в цветник. Как видите, я засыпала щепой. Я это сделала, по-моему, 5 июня. Купила щепу. Вообще, здесь на голую землю положена конская подстилка, как мульча. Но так как под конскую подстилку не был подложен картон, очень много вот таких маленьких растений, то через мульчу, конечно, трава все-таки пробивалась. Поэтому я приняла решение засыпать все корой лиственницы. Это фракция от двоечки до шестерки. И действительно, очень хорошо она спасает от прорастания сорной травы. Где-то она, конечно, вылазит, но точно. Все это можно очень легко удалить. Вот, видите, травка и легко удаляется. Чтобы сэкономить на коре лиственницы, я покупала ее в совместных покупках. Так выходит дешевле. Этого цветника есть три вершины. Начну с этой вершины. Она оформлена, засыпана мелким камнем. Высажены здесь каменные розы. Смотрите, как они разрослись красиво. Великолепно смотрится. Здесь также на вершине расположена каменная корыта, но без дна. И высажены также каменные розы. Карликовый чабрец. Он цветет. Это красиво. И отщитки голубой. Очень красиво смотрится вот эта композиция. Высадила Веронику. Смотрите, как она красиво цветет. Такие фиолетовые свечи. Симпатично. Хоста. Но это из серии голубых. И здесь же у меня полно солнца. В этом цветнике совсем нет тени до самого вечера. И она, конечно, подгорает. Голубые хосты горят на солнце. Как же без лаванды? Это лаванда из самосева. Смотрите, как красиво расцвела каменная роза. Вот в такой соцветии. Вот такие бутончики. Очень красиво. Конечно, эта розетка отомрет после цветения. Но здесь довольно-таки много малюток. Это астра альпийская. Я выращивала ее из семян. Но она очень долго раскачивается. Не знаю, зацветет она мне в этом году или нет. Рассада была неплохая. Но вот наращивает кустики очень-очень долго. Ну, посмотрим, зацветет или нет. Здесь же камнеломка. Также каменные розы. Расцвела у меня лилия. Вы посмотрите, какая красота. Это лилия Динамикс. Красивого алого цвета. Крупный цветок. И очень тонкий-тонкий аромат. Ненавязчивый. Очень красивая лилия. Лаковые лепесточки у нее. Это лагибрид. Лагибрид. Это скрещивание длинноцветковых и азиатских лилий. Вот такая красота. Конечно, аромат невероятный. Это, помните, я выращивала раздику. Из семян. Семена я покупала, если можно так сказать, домашние. У цветочницы. Это был микс. И вот расцвел красный. Здесь же красный, только окантовочка белая. Даже они отличаются. Видите, здесь листва сизые, а здесь зеленые. Высаживала по два, по три растения. Вот здесь и два. Разрослась очень хорошо. Красиво, конечно, смотрится. Здесь же рядом цветет уже роза. Эта роза обычная. Знаете, в горшочках продается. Даже в мелких магазинах. Обычно такую розу на 8 марта дарят. Вот она у меня уже в саду 3 года. Вот такой красивый кустик. Она низкорослая. Выше она не будет. Тоже, видите, везде у меня асроальпийская высажена. Единственное, что в этом цветнике пропал, это можжевельник. Стелющийся голубой. Не знаю, что ему нужно. Просто он высох. Как будто корневая система совсем не работала. Буду его выкапывать. Жалко, конечно, что не прижился. Но я не знаю, в чем дело. Хотя саженец был, в принципе, неплохой. Разрастается лабелия. Посмотрите, какая это красота. Композиция с разбитым кувшином. Здесь лабелия серии Ривьера. Белая. Это обычная лабелия. А это уже серия Ривьера. Посмотрите, какие насыщенные цвета. Это просто такой фиолетовый. Это фиолетовый, но уже, видите, с белым глазком. Это вообще голубая. Очень красивого небесного цвета. Великолепная. И уже разрослась. Очень красиво смотрится. Также куст лаванды. Это лавандовый я выращивала семян. Новый сорт. Называется синяя река. Разрастается потихоньку. Также я высаживала еще две луковицы лилии. Это Сибири. Или Сибири ее еще называют. Эта лилия будет белая. И с коричневыми такими тычинками. Это лилия восточная. Также два куста вереска. Это ослиные ушки или зайчушки, как их называют. Но это растение мне не особо нравится. В горшке симпатично смотрелось. А вот в клумбе мне почему-то не нравится. Возможно, я уберу. Здесь же по краю у меня потихоньку разрастается. Это овсяница. Я выращивала семян. Вот такие уже кустики хорошие. Видите, везде у меня растет. Это астроальпийская. Но вот такие вот кустики. Также очитки разные. Это пелегия черная. Карликовая. Очень красивая. Не знаю, в этом году зацветет или нет. Тоже довольно-таки много у меня ее. Это тоже новый сорт лаванды. Разрастается и уже зацвела. Я в первый год своей жизни лаванды соцветия не срезаю. Здесь высажены куртинки абриеты. Выращивала из семян. Вот еще одни эти ослиные ушки. Ну, смотрите, как некрасиво смотрится. Я думаю, что солнце. Нужно это растение сажать в полутень. Горит, мне так кажется. Горит. Вот. Буду выкапывать все-таки. Также вот очитки. Вот такие подушки красивые, зеленые, звездочными цветочками, желтыми. Это вторая вершина цветника. Вот. Я оформила, сделала горочку. И высадила сюда рассады. Выращивала в этом году. Значит, это ириска. Это мшанка шаловидная. Посмотрите, как она интересная цветет. Такие мелкие, желтые, белые цветочки, желтые серединки. Вот такие почки. Нарастает, конечно, она не сильно быстро. Но в планах, что здесь зарастет и будет такой зеленый ковер с белыми цветочками. Милота. Также в этом году я выращивала из семян, из домашних покупала у цветочницы. Это колокольчик. Тоже была смесь. Какая же это красота. Такой колокольчик. Красивый сиреневый такой цвет. Вообще должен быть сиреневый и белый. Так как это смесь. Вот не знаю, второй куст. Я думаю, что здесь будет белый цветок. Ну, посмотрим. Здесь два кустика я высадила. Тоже куртиночками. Также композиция среди камней, среди бревна. Я высадила рассады. В этом году выращивала бриету. Посмотрите, как она уже зацвела. С сиреневыми тоже цветочками. Такие большие куртинки нарастила. Мне нравится. Здесь же также аквилегия черная, низкорослая. А бриета у меня довольно-таки много. Вот это все бриета из семян. Лаванда. Это туя западная, шаровидная. Она такая должна быть желто-зеленая. Красивая. Это Вероника. Нежно-розовые свечи. Красиво. Здесь пчелы. Кого здесь только нет, бабочки. Также почвопокровники. Здесь у меня разместилась пихта. Это Блаур Экскимо. Вот такая малышка. В этом году я заказывала. Также аквилегия. Здесь чебрец обязательно ползучий. Здесь в каменной крошке также каменные розы. Это туя. Я ее, видите, ставлю на ножку. Будет у меня шарик. Скоро на днях я буду подстригать, формировать крону. Также Абриетта. Это гвоздика. Вот из семян в этом году. Здесь вот три куста. И вот такая она красавица. Край такой зубчатый. Очень красивый. Все три куста. И они все разные. Посмотрите. Даже по листве вот два куста с зеленой листвой. А это сизая. Конечно, гвоздики очень красиво смотрятся. Лабелия белая. Это туя шаровидная. Также высажена здесь пихта корейская Хатмайер. Вот такая красавица. Так вот тоже малышка. Аквилегия черная. Это почвопокровник. Сизая тоже у него листва. И белые цветы. Такие подушки. Она будет разрастаться и закрывать как раз не землю царняков. Ну и вообще. Смотрите, какая красивая лабелия. Небесная голубая. Очень красивая эта серия Ривьера. Камера передает немножко как будто фиолетовый оттенок. Но она голубая. Почвопокровник. Это сальвия. Эприлнайт. Тоже цветет. Постоянно-постоянно цветет. Колокольчики также из семян я выращивала. Аквилегия. Лабелия. Немного растений повторяется. Это на штамбе брунек. Я его обрабатывала. Подкормила немножко, чтобы он отошел. Ну, вроде бы растет. Очень много у меня камнеломок здесь расположено. Это тоже Вероника фиолетовая. Леатрисов у меня довольно-таки много. А у меня уже на бутончиках будет такого сиреневого цвета. У меня несколько кустов. Лабелия белая. Это третья вершина цветника. Оформлена тоже каменной крошкой. Высажены отчитки. Вот голубой отчиток цветет желтыми цветочками. Каменные розы. В корыте расположены кактусы. Это кактусы зимостойкие. Это опунция. Хорошо уже прижилась. Все отлично. Смотрите, какие выдают уже ушки. Это своего рода приросты. Вот эти ушки можно отламывать. Раздвинуть вот эти камни. Просто не сильно заглублять. Высадить и он прирастет. Здесь также желтый отчит. Вот. Смотрите, вот кактус. Все на ушках. Но в этом году, конечно, он цвести не будет, кактус. Потому что рановато. Я думаю, что на следующий год он обязательно зацветет. Здесь по краю две хоста высажены. Это отчиток морея. С красивой такой зелено-свекольной листвою. Также шаровидная туя. Это садовая герань. Очень милое, красивое растение. Постоянно цветет, не переставая. Это аквилегия черная. Это стелющийся можжевельник. Немножко болеет. После пересадки нужно мне будет сухие веточки убрать. Но вообще он приживается. Видите, зеленый. Все хорошо. Тихоньку. Это также отчиток Мария. Вот еще два куста гвоздики. Тоже разная. Смотрите, какая красавица. Вот так выглядит с этой стороны композиция разбитых кувшин. Это один еще вид камнеломки. Семена, видите, я не срезаю. Я им даю созреть. Я с камнеломки обычно уже собрала семена. Теперь хочу с этой камнеломки собрать. Это сельдум сельского спирит. Тоже красивое растение. Расползается, закрывает почву, чтобы не рос сорняк. Смотрите, какая Вероника. Там я вам показывала. Соцветия были такие нежно-нежно розовые. А это соцветия уже такие прям розовые. Красивый, насыщенный цвет. Тоже постоянно здесь крутятся всякие насекомые. Это потушковидная ель. Джем, по-моему, как-то называется. Забыла уже. Я напишу название. В голове много названий. Литл джем, вспомнила. Литл джем. Так, ну везде вот такие обычные камнеломки. Это от Белеги. Я покупала корневищем в этом году. Но видите, она уже отцвела. Я вам покажу фотографию, когда она отцвела. Очень красивые, конечно, цветы. Необычная аквилегия. Это карликовый чебрец. Цветит, конечно, он очень мило. Здесь такая возвышенность. Просто на видео плохо видно. И на кочке он будет расти и разрастаться. Симпатично будет выглядеть. Вот такая лобелия тоже здесь смесь. Фиолетовая с белым. Это лиатрисы уже на бутонах. Они такие сиреневые будут. Также хоста. Вот цветет еще каменная роза. Вот бутонище такой вообще соцветия. Красивая. Ну и также вот камнеломки. Вот с такой камнеломки из белого цвета я собрала довольно-таки много семян. Сейчас посеяла, чтобы посмотреть схожесть. Вот так выглядеть на 11 июля цветник каменный цветок. Думаю, таки много уже растений рассвело. Но еще есть растения, которые на бутонах. Вот жду, когда они рассветут. Будет вообще красота. Сейчас я иду дожди. Конечно, я не поливаю. Так вот в жару приходилось через день поливать растения. Потому что очень-очень жарко. Ну и за счет, конечно, мульчи. Конской подстилки мульчи. Потом мульчи в виде коры. Лиственницы все-таки влага сдерживается. Это преимущество, конечно, мульчи. Чтобы не рос сорняк. И чтобы держалась влага. Вот так. У меня на сегодня все. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть цветник каменный цветок. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока.